Сейчас такие конструкции украшают территорию детского сада номер 15. Руководство этого дошкольного учреждения считает, что железные горки, турники, карусели небезопасны для малышей, да и детей хочется порадовать чем-то новым. Поэтому они очень надеются победить со своим проектом под названием «Растим здоровое поколение». В случае выигрыша на площадке детского сада появится мягкое покрытие, на котором установят новый спортивный инвентарь и тренажеры. Это будет и баскетбольная площадка, это будут и различные мафы, которые для того, чтобы дети передвигались, лазили, для физической активности их. Это вот сейчас есть тарзанки, где дети могут передвигаться на шпагатах, на кольцах, то есть для того, чтобы быть сильными, смелыми, ловкими. То есть вот это вот именно та современная площадка, которая нужна дошкольникам. А вот работники библиотеки имени братьев Стругацких представили в межрегиональном конкурсе проект «Мемориал памяти к 75-летию Победы. Книга, опаленная войной». На проекте расположены три стеллы, средняя высотой более двух метров с написанными именами авторов Красноярского края, шесть вазонов, а также появятся две большие полукруглые лавочки. Эта площадка будет предназначена как для чтения, так и для отдыха горожан. Познакомить всех жителей нашего города, по идее, с писателями и поэтами Красноярского края, которые писали свои стихи, свои произведения именно о периоде Великой Отечественной войны. Вот и, собственно, этому посвящен наш будет мемориал. Рядом с ним будут проводиться и встречи с ветеранами, и различные акции, и мероприятия краеведческой направленности. На проект, который одержит победу, обещают выделить до полумиллиона рублей из регионального фонда. Главное условие конкурса – софинансирование проекта самого участвующего учреждения. Конкуренцию нашим участникам составят еще шесть учреждений из Назарова, Бородино, Заозерного и Шарыповского района. Теперь судьба проектов наших земляков зависит от итогов общественного голосования. Проголосовать можно на сайте СУЭК регионам проекты «Красноярский край». Татьяна Тункусев, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.